Комар Это не кусачий комар, а хернамида добрый Вот они с пушистыми усами, это мальчик, это девочка без усов Так вот, он такой розовый червячок Когда лужа высыхает, он превращается в леденец В буквальном смысле Потому что воды там не остается А в клетках вода замещается тригалозой Чего кивать, я помню Я просто забываю слова от недосадка кислорода Вот, я разговариваю медленно И вот получается, значит, вот такая вот пластмасска тригалозная А потом опять случается дождь И он размачивается И опять получается червячок А потом получается куколка и взрослый комар И это часть нормального жизненного цикла Ну, а раз он такой чудесный, то его надо изучать И это делают, значит, коллеги В частности, вот здесь в Казани У Олега Гусева И, соответственно, японские коллеги Значит, тоже, значит, этого комара тщательно изучают Вот И И Это такой Паневроазиатский проект Значит, из японцев Татар и Кто там в Москве живет Я уже даже не знаю, как этих людей назвать Вот И, значит, коллеги сделали Ну, вот Секвенировали, я себя правильно понимаю Частично здесь, частично в Москве Значит, много разных транскриптомов А именно, во-первых, жизненный цикл этого комара То есть транскриптомы яйца, личинки, куколки и взрослых мальчика и девочки И цикл, значит, высыхания-размачивания временные серии, да, то есть вот три, ну, начало высыхания для личинки, начало высыхания через сутки, через двое суток и начало размачивания и через сутки И еще сделали второго комара родственного, который всем очень похож, но только ни в какой леденец не превращается, а просто подыхает и все Значит, что, значит, ну, я технические детали, там, обращения с этими транскриптомами рассказывать не буду У меня и слайдов нет, и, в общем, они, ну, там, они поучительные, но не безумно интересные А я расскажу, что из этой деятельности получилось биологически прикольного Значит, получилось вот что, значит, это, каждая точка, ну, здесь это один транскриптом Это просто метод, по-моему, это многомерное шкалирование, если я правильно помню Ну, то есть просто понижение размерности данных, да, транскриптомы — это данная размерность, там, 20 тысяч или сколько у нас генов Вот, а это мы наилучшим образом укладываем на плоскость И тут две реплики Значит, и вот, вот это, если я правильно понимаю Сейчас, дайте-ка я попробую сообразить Да, значит, вот этот цикл зеленый Вот, вот он Это высыхание Вот эта история Вот она идет Это размачивание Одна реплика и вторая А вот эти треугольники — это, значит, жизненный цикл, да, то есть вот Квадратики и кру... да, вот это из... это тоже личинка, но из серии, которая относится к жизненному циклу Вот Значит, мораль этой картинки состоит в том, что, во-первых, изменения в транскриптоме происходят И, во-вторых, эти изменения хорошо воспроизводятся, значит, в наших данных, да, никакой большой глубины здесь нет Ну, там лучшая аннотация — это такая техническая часть работы тоже Мы переаннотировали ген... поскольку было много транскриптомов То мы переаннотировали геном довольно сильно, да, нашли некоторое количество новых генов И уточнили экзонентронную структуру у многих генов Опять-таки, это немножко техническая часть, но без нее мы не могли двигаться дальше И в андерпланке, который высыхает, и в нубифер, который высыхать-высыхает, но потом уже не оживает Вот как устроена дифференциальная экспрессия Значит, здесь... это вот что такое Это... значит, мы смотрим во временных рядах, в сериях мы смотрим следующее состояние по сравнению с предыдущим И вот это разные типы генов Одноэкзонные и многоэкзонные, белок кодирующий и белок не кодирующий Да, вот обозначение Вверх — это гены, которые экспрессируются сильнее по сравнению с предыдущим образцом А вниз — это гены, которые экспрессируются слабее по сравнению с предыдущим образцом Ну и видно, в общем, это почти симметричные картинки Кроме вот этого столбика, то есть когда он совсем-совсем высыхает, то у него экспрессия, понятное дело, падает практически в никуда То есть большинство генов экспрессироваться... подавляющее большинство генов экспрессироваться перестают На поздних станях высыхания Да, это он оживает Значит, сначала экспрессия меняется довольно сильно, потом она меняется чуть-чуть А это изменения, значит, это самцы по сравнению с самками Это самцы из самки по сравнению с куколкой И это, значит, личинка по сравнению с яйцом И куколка по сравнению с личинкой Ну опять, это на самом деле Никаких, так сказать, биологических выводов из этой картинки сделать невозможно Да, ну вот, соответственно, размачивание сопровождается, наоборот, повышением уровня экспрессии Что тоже естественно А, естественно, уже смотреть на детали Но это... Значит, меня коллеги учили не говорить высыхание и размачивание, а учили говорить гидротация и дегидротация И если бы вентиляция работала нормально, я бы так и говорил Но у меня язык заплетается, поэтому я, если можно, буду, значит, простым русским языком Пользоваться ненаучным Значит, это изменение уровня экспрессии Через сутки после начала засухи Это изменение уровня экспрессии в вендерпланке Это изменение уровня экспрессии в нобифере Значит, каждая точка – это ген И выделены цветные точки – это гены, которые значимо меняют свою экспрессию Соответственно, красным – это те, которые значимо меняют экспрессию Во всех, в обоих комарах, синим, которые значимо меняют только в андерпланке, зеленым, те, которые значимо меняют только в нобифере. В правый наверх это усиление экспрессии, в левый и вниз ослабление экспрессии. Ну, опять видно, что гены, которые значимо меняются и там, и там, большинство из них уровень экспрессии понижает. Вот основная популяция живет вот здесь. Для генов, которые значимо меняют экспрессию в обоих комарах, это вот красные, их не так много, их всего сотня, но большинство из них меняют экспрессию в одну и ту же сторону, что хорошо. Они либо оба понижают экспрессию, либо оба повышают. Редко бывает так, что в одном комаре экспрессия повышается, а в другом понижается. Это вот красных точек здесь, и вот здесь их мало. То есть изменения уровня экспрессии, они более-менее консервативны. Не абсолютно консервативны, но значимые изменения, но более-менее консервативны. Вот это уже нетривиальная картинка, но, к сожалению, такого сорта вещи люди уже видели. Эта история вот про что, когда мы сравниваем куколку с яйцом, извините, личинку с яйцом и куколку с личинкой. То есть это изменение уровня экспрессии при переходе от яйца к личинке, а это изменение уровня экспрессии при переходе от личинки к куколке. И вот здесь видна чудесная отрицательная корреляция и очень много значимых генов. И эта отрицательная корреляция показывает, что изменения вот в цикле яйцо-личинка-куколка происходят туда, а потом обратно. Что куколка, транскрипция в куколке больше похожа на яйцо, чем на личинку. И это видели у дрозофилы. То есть это не то, чтобы было совсем новое, значит, похоже, что это систематическая вещь. Значит, ну и опять, задним числом можно догадаться, да, потому что в куколке происходит тотальная перестройка всего, да, там фактически все ткани расплавляются и пересобираются по новой. И это вот то, что они пересобираются по новой, это похоже на то, как они в самом начале конструируются в яйце, да, вот. Вот, то есть задним числом это можно было сообразить, но это действительно результат уже вполне красивый, нетривиальный. Какие гены меняют экспрессию при, значит, цикле высыхания и размачивании? Да, что происходит с генами, вот если их классифицировать по функциональным системам? Значит, при высыхании активируются гены теплового шока, вот эти самые L-изоаспартат-ометилтрансферазы, и совершенно замечательные гены ЛЕА, которые работают в позднем эмбриогенезе, и они вообще, значит, сейчас я, вот сейчас меня, ну, чтобы комаринные люди меня проверили, чтобы я не, проконтролировали, чтобы я не сказал глупость, если я правильно понимаю, вот ровно это семейство генов заимствовано комаром у растений. Правильно, да? Хорошо. Вот, что само по себе достаточно экзотическая ситуация, потому что горизонтальные переносы между эукариотами, а тем более между многоклеточными эукариотами, эта штука довольно экзотическая. Вот, а это было известно, на самом деле, это коллеги видели еще до того, как мы вместе начали работать. А при размачивании вот таких интересных функций, например, активируются гены, которые исправляют разрывы в ДНК. Ну, тоже понятно, да? Какая бы ни была чудесная треголоза, ДНК в этих клетках плохо. Нарвется. Раз она рвется, ее надо заделывать. Соответственно, вот факторы репарации в этом активно участвуют. После высыхания размачивания меняется экспрессия пептидаз, гистоновых диацетилаз, там опечатка, и рецепторов гормонов. То есть ядерно-гистоновые диацетилазы, понятно, это... Значит, пептидазы, понятно, да, опять, получилось много испорченных белков. В результате вот этих пертурбаций, значит, надо их все порезать. А про гистоновые диацетилазы на самом деле очень интересно. Я вот сейчас начал рассказывать и сообразил, что надо этого комара продать разину. Вот то, что я... Когда вчера я рассказывал про трехмерные структуры, или позавчера, я не помню. Позавчера, да, вот на самом деле то, что меняется уровень гистоновых диацетилаз, означает, что должна меняться упаковка хроматина. Сокремируйте сейчас в реке на хай-си. Хай-си? А, есть хай, будет хай-си, да? А анализировать, кто будет в реке-не? Наверное, мы будем в реке-не кто? Мы вместе с новосибирцами. А кто в Новосибирске умеет пространственную структуру анализировать? Ну, конкретно в компьютерной части, вне аминфиш, он занимается. А, нет, он нормальный, да. Хорошо, здорово. Соответственно, новая версия, но... Ну да, нет, на самом деле, в общем, это на самом деле интересно было бы обсудить, потому что я вот сейчас, у меня как-то не щелкало это в голове, а там действительно должны быть систематические. Там на самом деле, поговорите со мной про это, там, сегодня или завтра, потому что мы на это нарывались, когда смотрели вот диплецию ламина и эти самые факторы, которые степень ацетилирования меняют, там с контролями очень тяжело. Вы будете видеть эффекты, не сможете их проконтролировать. Мы просто на это нарвались уже. Вот. И, значит, дальше, значит, есть чудесный... Значит, что, да, вот у нас есть гены, которые при высыхании меняют экспрессию, значит, их там несколько сотен, и Паша Мазин, который этот проект у нас сделал, значит, как всегда, да, я повторяю, значит, пришел ко мне и сказал, Михаил Сергеевич, ну, смотри, тут у нас есть гены, которые там все меняют экспрессию в одну сторону, наверное, они как-то одинаково регулируются, давайте мотив поищем. На что я ему тоже в грубой форме сказал, что вся мировая наука уже давно перестала искать мотивы в эукреатических геномах перед коэкспрессирующимися генами, потому что мотивы короткие, шум колоссальный, и никогда вы ничего не увидите, и бросите заниматься ерундой. И, опять-таки, он меня не послушался. Значит, взял все вот эти вот гены, которые экспрессируются, которые меняют экспрессию, которые активируют, ну, там он смотрел разные варианты, в общем, взял гены, которые меняют экспрессию при высыхании, значимо меняют, и обнаружил там три перепредставленных шестерки, вот в областях перед этими генами. Одна шестерка не очень понятно, что делает, и, по-видимому, ничего, а две других шестерки оказались замечательны, потому что они перекрываются на пять нуклеотидов. То есть это, на самом деле, части семерки, левая и правая. А семерка тоже оказалась замечательная, потому что это сайт связывания фактора теплового шока, дрозофилы. И, значит, что у нас есть, что есть у нас есть? Да, он смотрел гены, значит, понятно, то, что экспрессия падает при высыхании, это неинтересно, там никакого общего регуляторного механизма не нужно, там просто жизнь заканчивается, ну, там останавливается. А вот гены, которые увеличивают экспрессию при высыхании, это интересные гены, потому что это протекторы. И, значит, здесь нарисовано вот что. По этой оси изменения экспрессии, опять, это уменьшение экспрессии, это увеличение. А по этой оси доля генов, это поделено на бины, значит, по этой оси, это доля генов, имеющих вот этот самый ТЦТ-АГАА в опромоторной области. И это гены, которые уменьшаются при высыхании, экспрессия которых уменьшается, и тут этого мотива мало, а вот гены, которые увеличивают экспрессию при высыхании, у них, среди них, доля генов с этим мотивом очень большая. Да, здесь, значит, каждая точка, это просто какая-то доля, там, по-моему, их 20 точек должно быть каждого цвета. Красная это в эндерпланке, синий это нубифер, и это просто 20 бинов, то есть все гены разделили на 20 групп одинакового размера. И в каждой группе посчитали, значит, разделили на 20 групп одинакового размера по изменению уровня экспрессии, а потом в каждой группе посчитали долю, ну, средний уровень экспрессии, средний изменения и долю генов с этим мотивом. То есть наличие этого мотива показывает, что ген будет, экспрессия гена при высыхании будет увеличиваться. Дальше можно посмотреть, где эти мотивы лежат относительно гена. Значит, выровняем их по старту транскрипции и нарисуем, у какой доли генов этот мотив имеется вот в данном участке, да, от 0 до 250, от 250 до 500 и так далее. Ну и в положительную сторону то же самое. И сделаем это отдельно для генов, экспрессия которых увеличивается, и для генов, экспрессия которых уменьшается. И в качестве контроля. И для генов, экспрессия которых уменьшается, никаких позиционных предпочтений нету. А гены, у которых экспрессия увеличивается при высыхании, у них резко повышается частота этого паттерна как раз в районе старта транскрипции. И, ну, можно сделать похожую картинку. Это, значит, это просто попытки оценить, сколько генов в этом регулоне. Значит, тут нарисовано вот что. Это, значит, длина промоторной области. Да, мы берем и рассматриваем все более и более длинные промоторы. А по этой оси количество генов с мотивом в этой области минус количество генов с мотивом в контрольной области где-то очень далеко, минус 400. То есть вот превышение количества генов с мотивом по сравнению со случайным местом в геноме. И желтый график – это Nubi, у него, так сказать, ну, понятно, чем больше промотор, тем вероятнее того, тем вероятнее, что мы такой паттерн там найдем. Постепенно это выходит на плато. Это, значит, синее – это как бы контроль. А в андерпланке мы видим вот этот вот хвост, то есть мы видим много генов, значит, опять-таки с мотивом в области там вот досюда, да, вот здесь уже начинается примерно до 250. То есть вот основная жизнь этого мотива, она происходит вот здесь, в области 0 от 0 на расстоянии до 250 от старта транскрипции. То есть реально вот просто самой промоторной области. Прямо в промоторе. Что делают гены с этим мотивом? Да, если мы возьмем группу генов, в которых есть этот мотив, то мы можем посмотреть по Geneontology, какие функции в этой группе генов перепредставлены. Опять, значит, по этой оси в андерпланке, по этой оси нубифер. Значит, с этим мотивом у нубифера перепредставлены, ну, в частности, гены теплового шока. Я напоминаю, что исходно это регулятор теплового шока был. А в андерпланке это, опять-таки, шапероны и гены теплового шока вот здесь, гены ЛЕА те самые, глюторидоксины, это починка починка серных мостиков, если я правильно помню. В общем, вот опять сейчас, если какие-нибудь биохимики еще живы, то меня поправьте в этом месте. Вот. Что радует, что, так сказать, вот эта группа обогащена не только генами теплового шока, что, естественно, ожидать, но, например, теми генами, про которые мы знаем, что они существенны для ответа на высыхание. Сам регулятор, поскольку мы знаем, что это, ну, не знаем, мы предполагаем, что это мотив связывания фактора теплового шока, мы пока это не доказали. Значит, давайте посмотрим на экспрессию самого фактора теплового шока. Это, значит, синий, это нобифер, и это продолжается до 24 часов, потому что через 24, через сутки нобифер подыхает. Нет никакого транскриптома. А желтое и красное – это две реплики, но две серии экспериментов более точно с вендерпланки. И там довольно хорошо воспроизводится тот факт, что, значит, уровень экспрессии этого фактора резко растет. Вот через сутки он очень высоко. Значит, это уже полное высыхание. А здесь, наоборот, то, что получается при размачивании. Вот мы его начинаем размачивать, и уровень экспрессии, наоборот, уходит в ноль. Ну, там, в исходное состояние. Значит, этот ген альтернативно сплассируется. Причем у… опять слева вендерпланке справа нобифер. Вендерпланке всегда красный, но бифер всегда синий. Ну, почти всегда. Причем, просто картинки из статьи несчастные, которые мы два года уже пытаемся куда-нибудь запихать. Значит, у вендерпланки вариантов сплассинга больше. И, в частности, есть изоформы, в которых как раз вот домен, связанный с активацией, пропадает. Вот в результате там есть дополнительно, значит, там есть пятый экзон, который может вырезаться альтернативно. И есть соседние с ним интроны, которые могут, наоборот, удерживаться в транскрипте в результате альтернативного сплассинга. И это вот, значит, это графики того, графики удержания интрона. И тут вот есть характерный провал. То есть этот интрон с какой-то частотой удерживается, довольно заметной частотой этот интрон удерживается, но удержание интрона практически прекращается при высыхании. И это, наоборот, вырезание среднего экзона. И опять-таки вот этот средний экзон, он очень часто вырезается, отсутствует в нормальной ситуации. И практически сейчас, да, сейчас я соображу. Это уровень вставлей, это пси, да, percent spliced in. Значит, я наоборот сказал глупость. Этот экзон почти всегда присутствует в норме и почти всегда отсутствует в транскриптах, в МРНК при высыхании. И это, соответственно, удержание соседнего интрона с другой стороны. То же самое. Он часто удерживается, здесь пропускается. Удержание интронов приводит к преждевременным стоп-кодонам. То есть такие транскрипты просто элиминируются. А вырезание этого экзона удаляет домен трансактивации. То есть меняет структуру белка, меняет его свойства, должен менять. Ген треголоза 6-фосфат синтазы. Да, я говорил, что вода заменяется на треголозу, значит синтез треголоза усиливается. Видно, что он действительно усиливается. И этот ген имеет этот мотив. Два других гена, связанных с треголозой, мотив тоже имеют, но уровень экспрессии при этом меняется незначительно. Там что-то другое происходит. А дальше, опять-таки, значит, вот это я рассказал первый вариант статьи, который отовсюду выпилили, потому что сказали, что все совершенно замечательно, но нет никаких экспериментальных данных, поэтому зачем мы будем это печатать. Хотя, по-моему, уже и до этого момента тоже все было очень красиво. Но вот в результате, пока эта статья путешествовала по журналам, коллеги сделали эксперимент на клеточных линиях, которые имитируют высыхание. А на клеточных линиях это означает, что уже можно какие-то стандартными гененженерными конструкциями заниматься. Значит, оказалось, что если просто клетки обработают треголозой, то изменение, да, вот это личинки, а это клеточные, значит, которые высыхают, а это клеточная линия, которую обрабатывают треголозой. И оказывается, что изменения, ну, изменения уровня экспрессии могут быть незначимые, но если изменения уровня экспрессии значимые, то они, как правило, происходят в одну и ту же сторону. Ну, как правило, это вот 77, там, в трех четвертях случаев. То есть, похоже, что изменения, ну, опять вот видно, да, вот большинство клеток, большинство генов живут либо вот здесь, либо вот здесь. Да, красные — это значимые изменения и в личинках, и в клетках. То есть, в общем, можно как-то перекрестившись и зажмурившись, можно использовать вот эту обработку треголозой как прокси для изучения высыхания. Значит, и тут вот что, значит, тут опять, тут гены, которые, поведение которых меняется. Значит, это гены экспрессии, значит, доля генов, значит, это высыхающие личинки, это доля генов, которые… сейчас, да, значит, это доля генов с мотивом среди генов трех типов, гены уровня экспрессии которых падает, не изменяется и увеличивается. Значит, доля генов с мотивом больше среди генов, уровня экспрессии которых увеличивается, то есть этот мотив работает как активатор. Это верно для личинок, это верно для клеточных линий с треголозой. А еще есть гены, которые меняются в одну и ту же сторону и в одном эксперименте, и в другом. И среди них доля генов с мотивом уже совсем колоссальная. Примерно треть. Это 33 гена таких. Есть 33 гена, которые увеличивают экспрессию при высыхании личинок и при обработке треголозой клеток. И имеют этот самый мотив. То есть таких генов всего примерно 100, а с мотивом 33. Давайте возьмем эти 33 гена. Уберем 12 генов, которые пересекаются с другими, потому что там трудно смотреть уровень экспрессии, если с одного и того же участка ДНК считывается два разных гена. Не очень понятно, что делать с ридами, которые ложатся на пересекающийся участок. Эти уберем. Зато добавим сам ХСФ. Добавим 4 гена метаболизма треголозы. И добавим гены ЛИА и оксидоредуктазы. У них мотив есть, но порог по экспрессии они не проходят, поэтому формально они не взялись. Мы получим набор из 29 генов. И сейчас его будем изучать. Еще раз, это гены, это вот некоторое количество индивидуальных генов, просто за общественный интерес сюда взятые. А это как бы зайцем, не зайцем, а как называется, по записочке их пропустили. А регулярным образом прошли гены, которые имеют мотив и увеличивают уровень экспрессии и при треголозе, и при высыхании. И вот они, эти чудесные разноцветные гены. Поскольку у нас теперь есть клеточная линия, то давайте делать, например, нокдауны. Что здесь нарисовано? Это нарисован по транскриптомным данным изменение уровня экспрессии по RNA-секу. А это изменение уровня экспрессии по PCR в реальном времени. И забитые кружочки, это при нормальном HSF, при нормальном факторе. А пустые кружочки, это при нокаутированном, ну, в общем, отправленном в нокдаун факторе, значит, с интерференцией. И видно, что убивание фактора понижает уровень экспрессии очень сильно. То есть это действительно был активатор. Мы убили активатор. При том же воздействии треголозой уже, значит, не экспрессия гена падает. Вот. Для генов, которые с черного входа прошли, это наблюдается в очень маленькой степени. А вот для наших генов, которые мы брали по-честному, это наблюдается очень ярко. Это, значит, по-видимому, наблюдение еще имеет большую социальную силу. Вот. И означает, что студенты, которые поступили за взятку, будут учиться хуже. Вот. И это то же самое, когда мы одновременно делаем и нокдаун HSF и обработку треголозой. Значит, это влияние интерференции. Да, вот мы можем, когда мы можем посчитать... Мы можем сделать вот, что мы можем взять разницу между уровнем экспрессии в присутствии фактора и в отсутствии фактора. И мы можем посчитать, насколько сильно влияет фактор на изменение уровня экспрессии. Да, то есть это просто отношение уровня экспрессии с фактором к уровню экспрессии без фактора. И, значит, это эффект интерференции в отсутствии треголозы, когда мы просто выбили фактор и все, а треголозы не обрабатывали. А это изменение экспрессии, когда мы выбили фактор и обработали треголозой. И вот здесь вот они, эти гены ЛЕРа, в частности, висят, да, то есть их уровень экспрессии при выбивании фактора меняется независимо от треголозы. Значит, и вот он, вот он сам HSF. Ну и последний опыт, что клетки с нокаутированным HSF при обработке треголозой выживают хуже. Что это выживаемость через день после начала, сейчас, чтобы я сообразил, что... Да, это количество живых через день, прошлое, доля живых клеток, значит, через день после обработки и через три дня после обработки. Серая это доля живых клеток, прошлое, белая это доля выживших клеток. При наличии фактора, да, то есть это первый день по отношению к нулевому, а это третий день по отношению к первому. Да, и они выживают, ну, как-то довольно прилично, да, тут треть клеток выжила, а тут выжила 60%. Значит, на третий день по сравнению с началом опыта будет треть от 60%, это 20%, но тоже ничего. Вот, а клетки с выбитым фактором уже выживают очень плохо. То есть он действительно необходим для выживания. Ну и все, конец истории. Значит, вычислительную часть этого, значит, главную делал вот Паша Мазин, который слева, а все остальное, там эксперименты, вот исходные данные и эксперименты по проверке. Да, нет, еще вот, соответственно, на нашей стороне были еще вот Ромас Утармин, Вита и Леша Ступников. Вита и Леша смотрели полиодонилирование и редактирование транскриптов. Там ничего яркого не получилось, я поэтому про это специально не рассказываю, но они тоже соавторы в этой работе, значит, просто их часть, она такая оказалась техническая и постепенно она там с каждой новой версией статьи, она там все сокращается и сокращается. В принципе, она была очень трудоемкая на самом деле, потому что и полиодонилирование, и редактирование очень тяжело смотреть по транскрипционным данным, даже хорошим. Роман Утармин тоже помогал с аннотацией, вот, а вот все остальные люди, это люди из, ну, либо из группы Олега Гусева, либо его японские соавторы, вот, значит, все авторы этой работы здесь перечислены. Все, спасибо. Спасибо.